Наш эфир продолжит брифинг службы центральных коммуникаций. Комбат, вам слово. Данияр, сәлеметсіз бе. Өзіңіздің дайындыңыз жайында бізге қысқаша айтып першеніз. Баз Виде? Өзіңіздің дайындыңыз жайында бізге қалып, внаưңіз ішіңіздің дайында айтыпу імен меніңіздің яйтқы дайында бізге тү Brenсіондаабану адамындау бізде? Оны, дай шляпыus, болуыл болды!" Это говорит о том, что он опытен или о том, что он слаб? О том, что он опытен, я просто не расслышал немножко. Сам Даниэр, как тебе соперник, чем он опасен, по сопернику? Соперник, да, действительно, он очень опытный, крепкий, как, в принципе, все из Южной Америки, ребята из Латинской Америки. Провел на ринге достаточно боев, чтобы называться опытным боксером 33 года. Тем более, я думаю, что возраст в профессиональном боксе особо такого сильного влияния не мешает никаким, в принципе, спортсменам в таком формате. Восемь раунд, десять раунд фондируются. Я думаю, очень опытный соперник, крепкий. Посмотрим на ринге. Но я готов в данный момент. Спасибо. Есть ли еще вопросы, коллеги? Пожалуйста. Даниэр, ну, хотелось бы спросить, как настроение, как твой настрой к этому бою, как проходит подготовка, а как сейчас будет церемония взвешивания, как проходила сгонка веса процедура? Все прекрасно, все хорошо. Последние дни пришлось немножко, так сказать, попотеть. Ну, настроение, конечно, я жду взвешивания сейчас, честно говоря. Я сейчас очень голоден, я сейчас хочу пить, кушать. Засушен, в общем, немножко, но терпимо. Остался всего лишь час. Через час мы пройдем взвешивание, и мне все можно будет поесть, покушать нормально, прийти в себя, и настроение поднимется. Вместе с этим, я думаю. Даниэр, и завтра трансляция на телеканале Хабар в час ночи. Что бы ты хотел бы сказать своим болельщикам, телезрителям, которые за тебя, естественно, все переживают? Я бы в первую очередь хотел поблагодарить всех, моих болельщиков, моих земляков, которые болеют за меня и смотрят. Хоть в час ночи, хоть в утром всегда включают телевизоры, у экранов телевизора. Это меня очень радует. Я чувствую эту поддержку. Болейте за меня, молитесь за меня. Спасибо. Я постараюсь не подвести вас. Действительно, наши боксеры, такие как Даниэр Ильюсинов, для нас большая гордость. Мы болеем за тебя, Даниэр, желаем тебе успехов. Также плотно поесть после боя. Спасибо большое. Что ж, уважаемые коллеги, журналисты, у нас также в студии присутствуют гости от агентства Хабар, на котором будет транслироваться бой. Разрешите представить их. Редактор отдела производства программ телеканала Хабар Саят Жакен, а также продюсер отдела спортивных трансляций телеканала Хабар Асхат Жакаев. Уважаемые гости, пожалуйста, если у вас есть что добавить. Я, Даниэр Кобрахмет, сізге. Уважаемые гости. Уважаемые гости. Уважаемые гости. Уважаемые. Сегодня я прям Cynga Коб High shape. Уважаемыхrechte平 . Сейчас проблемы с темимосом. Уважаемые гости, 팀а их проигрывают, Уверемых mistakeFA уровне level! Подружок, много проведений. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, уважаемые журналисты для телеканала «Хабар», для агентства «Хабар» очень важен завтрашний день. Завтра наш Даниар Люсинов, наш олимпийский чемпион, проведет свой пятый поединок на профессиональном ринге. Телеканал «Хабар» практически с первых боев показывает бои с участием нашего прославленного боксера. Даниар Люсинов на самом деле не нуждается в представлении олимпийских чемпионов, чемпион мира, серебряный призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Азии. Этот боксер на самом деле любим публикой, и телеканал «Хабар» транслирует не только, конечно, бои Даниара Люсинова, но и вообще в целом трансляциям по боксу уделяет очень значимое значение. Очень высокое значение. Мы, сами знаете, транслируем поединки с участием казахстанских боксеров, причем не первый раз, и всегда поддерживаем их на международной арене. Завтра трансляция будет в княжестве Монако, в районе Монте-Карло. Впервые будет проводить Даниар Люсинов поединки в Монако. Дважды уже проводил поединки в Великобритании, в Америке проводил. И вот впервые будет проводить в Монако Даниара Люсинов в рамках вечера с участием российского боксера Лебедева. Это престижный вечер. Мы с первых дней как-то нашли общий язык с командой Даниара Люсинова и постоянно на связи находимся с командой Даниара Люсинова, с промоутерами. Что касается Маркоса Махико, председающего бойца Даниара Люсинова, то это уже с каждым боем, с каждым поединком соперники Даниара все серьезнее и серьезнее. Маркос Махико, боксер, который уже в отличие от Даниара, Даниар делает первые шаги на профессиональном ринге, 5 боев провел. Это пятый бой будет. То Маркос Махико уже имеет 16 побед на профессиональном ринге. Это очень серьезный показатель. И для Даниара, конечно, будет такой серьезный вызов уже провести с боксером очень такого серьезного уровня. Маркос Махико впервые, кстати, проводит поединки за пределами своей родины. У себя на родине он известен, очень известная личность у себя на родине. Но вот впервые Даниар Люсинов встретится. Я думаю, что интрига как раз-таки к этому поединку задана. И вот завтрашнюю трансляцию смотрите на телеканале Хабаров в час ночи. Также бы я хотел приоткрыть тайну. Завтра в качестве эксперта на данной трансляции будет выступать наша известная девушка, казахстанский боксер Хируза Шарипова. Уже подтвердила она свое участие в этой трансляции. Завтра она будет участвовать в роли эксперта. Комментирую для вас трансляцию. Будут наши постоянные комментаторы по боксу. Айдар Махметов, популярная личность в мире единоборств. Айбек Хаблукшаев, наш опытный и постоянный комментатор трансляций спортивных. Так вот, ждите завтра трансляцию. Мы все не с нетерпением ожидаем эту трансляцию и поединок Даниара Люсенова. Все будем держать за него ручки и кулаки. Спасибо большое. Коллеги, появились ли у вас вопросы? Уважаемые гости, разрешите задать такой вопрос. Как мы знаем, когда дерется где-то Гена Головкин, есть традиция показывать его бои на больших экранах. Будет ли транслироваться бои Даниара так же? Ну, пока мы по такой практике пока еще не приходили, пока мы еще не показывали, но это отличная идея. Мы на самом деле, Даниара Люсенова, еще раз повторюсь, пока делает первые шаги на профессиональном ринге. Для него это, конечно же, такой новый шаг в карьере. Все-таки не каждый боксер решается на такой шаг, именно уходить в профессиональный бокс, потому что не каждый боксер может выдержать такой вот ритм. И здесь уже, на самом деле, совершенно другой бокс. И Саят может даже подтвердить, что на самом деле профессиональный, любительский бокс на самом деле очень сильно различается. Вот, кстати, Даниар говорил о том, что проходит процедура, сейчас в эти минуты должна начаться процедура Монте-Карло взвешивания. На самом деле, хотел бы тоже рассказать, что процедура взвешивания для любого боксера с гонкой веса – это очень тяжелый процесс, потому что боксер не просто готовится к этому поединку, он должен попасть в эту весовую категорию. И вот за месяц начинается вот эта уже процедура сгонки веса и порой даже сказывается на настроении боксеров. Но вот мы поведем по настроению Даниара, он очень по-боевому настроен на этот бой, в хорошем настроении пребывает Даниар, значит, с весом проблем нет никаких. Я хотел бы еще немножко добавить. Ваш вопрос очень хороший и содержательный. Наверное, в будущем мы будем и такие вещи внедрять, как большие телеэкраны, собирать людей. Но сейчас зима, к лету, я думаю, это возможно. И через некоторое время, когда Даниар уже в полной мере раскрутится и будет абсолютным чемпионом, мы в этом уверены и надеемся на это. Это, наверное, только вопрос времени, потому что Даниар, как вы знаете, олимпийский чемпион. Асхат очень хорошо сказал, что у Даниара очень огромные шансы в большом боксе. И его стартовые позиции, его пол-позишн, если так говорить языком Формулы-1, то у Даниара они очень прекрасны, потому что он попал именно в очень сильную, серьезную промоутерскую компанию, группу. И с ним работают очень серьезные люди. И мы очень большие надежды возлагаем на Даниара как спортсмена, как профессионала. Конечно, Даниар за эти четыре боя показал свой уровень, свой класс. И я хотел бы сказать о Монте-Карло. Как вы знаете, Монте-Карло – это очень такой изысканный город, изысканное место в мировой карте. И там собираются очень серьезные люди, очень серьезная публика. И для Даниара, я думаю, этот бой имеет такое знаковое событие для него. Почему? Потому что после Монте-Карло можно говорить о том, что он уже переходит в новый этап. И Махико, как уже Асхат сказал, это очень серьезный боец. У него очень сильная школа бокса. Поэтому латиноамериканцы в этом плане очень сильные. И Монте-Карло – это изысканная аудитория, как мы уже говорили. И здесь собираются именно такие гурманы больших вечеров, большого бокса. И мы хотим пожелать Даниару удачи и хорошего боя. Поэтому мы всячески будем поддерживать, показывать его бои. Даниар не только очень хороший боксер, профессионал, но и очень хороший человек. У него очень сильные моральные качества, очень ответственный спортсмен. Поэтому нам доставляет очень огромное удовольствие сотрудничество с Даниаром. И мы все в лице агентства «Хабар» призываем всех наших коллег посмотреть этот бой и донести до наших зрителей об этом бое очень хорошую информацию. И пожелать Даниару больших успехов в профессиональном боксе. А что касается промоутера, я хотел бы добавить, что Даниар на самом деле очень крутой промоутер. Я не боюсь этого слова, крутой, потому что Эдди Херн – это личность знаменитая в мире единоборств, в мире бокса. Британский промоутер компании Matchroom Sport. Это компания, которая способствует продвижению чемпионов мира по боксу, в том числе таких боксеров, как Энтони Джошуа, Райан Барнетт, Джеймс Диггел и Халиди Фай. Эдди Херн фокусируется на выполнении компании эксклюзивных прав. На таком канале, как Sky Sports, это вообще гигант в американской индустрии телевизионной. На самом деле задача поставлена за два года промоутерами, чтобы Даниар Алюсинов за этот период короткий стал чемпионом мира. Я думаю, что все предпосылки для этого у Даниара есть. У Даниара последний бой с Мэттом Доверти, когда он отправил его в нокаут, просто судья остановил этот поединок уже, потому что Даниар там уже просто избивал этого боксера. И с каждым боем мы чувствуем, что Даниар прибавляет. Прибавляет, потому что если бы по первым поединкам было видно, что он еще волнуется, и что где-то отсутствие опыта на профессиональном ринге, повторюсь, что любительский бокс и профессиональный бокс абсолютно разные вещи, то сейчас мы видим, что Даниар прибавляет. Прибавляет, и с каждым боем он чувствует уверенность эту. И вот, кстати, очень хороший экзамен против Марка Самахико. Латиноамериканские боксеры очень выносливые. Они терпят, на самом деле, такие удары, но они потом могут сказать о последних раундах. Для Даниара это, еще раз повторюсь, большая проверка на профессиональном ринге. Спасибо большое. Действительно, мы, извините, очень давно следим за карьерой Даниары Люсиновой. Это очень замечательно видеть его в хорошем настроении перед боем. Мы присоединяемся ко всем пожеланиям. Желаем только победу нашему спортсмену. Кроме терпитестеросмен. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин